Грудь на этой дамбе обвалился накануне в 7 часов вечера. Дальше ситуация только ухудшалась. На данный момент это самая безопасная точка. Дальше просто не пропускать, потому что угроза обвала до сих пор сохраняется. И это не кадры из голливудского экшена, а дорога в Нижний Тиммерлек. Вынужденная парковка за несколько метров до плотины. Размыла и обвалила буквально за несколько часов. Вот вы видите этот разлом. Соответственно, 2 квадратных метра, то есть край протяжной части, буквально на 18 часов, 19 числа, было 2 квадратных метра обрушения. И вот на сегодняшний день что произошло. Я сам не знаю, как проехать. Через поле тоже невозможно. Дорога оборвалась сразу в двух селах. Верхний и Нижний Тиммерлек. По грунтовым дорогам пока к ним не проехать. Жителям остается запастись продуктами и ждать. У нас есть все масло, вот, рожки, гречка. Директор школы, как предчувствовал обрушение, в апреле пополнил запасы на месяц. Дефицит точно не страшен, но родителей предупредил сразу. Сразу известили учеников, родителей, чтобы они не ходили в речку. Плотина, 72-го года, последний раз дорогу обновили в 2010-м. По словам исполкома района, задвижка на одной трубе была забита рыбой, и она слабо пропускала воду. Задвижки были не до конца открыты. И, что немаловажно, погодные условия. Именно вчера были большие осадки, плюсовая температура. Вот, как видите, с гор вода спускалась. Талая вода как раз стекается с обрывов. И лесов – это второй период паводка. Он опасен не меньше, чем первый. А то и больше. Вода продолжает пребывать, а население уже расслабилось. Нельзя, вот как в этом случае в Тимирляке, баловаться с закрытием донников, не расслабляться. Паводок еще идет, плюс он еще будет идти на водохранилище. Быть на Чеку, как минимум до середины мая. Прибытие еще ожидается на Куйбышевском водохранилище. Время на дорогу же в деревне Тимирляк планируют восстановить за 48 часов. Субтитры подогнал «Симон»!